Итак, мы продолжаем изучать Мишну, которая говорит о том, что сказал тот, кто спас Тору в еврейском народе, Рабан Йоханнен бен Закай. И дальше наша Мишна говорит, пять учеников было у Раби Йоханнена бен Закай. Что значит пять? У него были сотни и тысячи учеников, но это самые выдающиеся его ученики. Первый из них – Раби Элиезер бен Уркинус. Его обычно Мишна называет просто Раби Элиезер. И нельзя ни остановиться, ни сказать, как Талмуд описывает. Ведь Раби Элиезер, с него начинается вся устная тара. Первая Мишна, с которой начинается трактат Брахот. С того часа, когда Койны, входят, чтобы есть Трум. Диврей Раби Элиезер. Слова Раби Элиезер. А мудрецы говорят до полуночи, Рабан Габлиэль говорит до восхода утренней зари. Так вот, первые слова, с которых начинается вся устная тара. Первая Мишна – это Раби Элиезер. И вы знаете, что он был из очень важной семьи, из потомков царя Давида, Уркинус, его отец. И вот Раби, тогда он был просто Элиезер. Ему было 28 лет. И вот он пахал вместе с братьями своими, обрабатывал землю своего отца, очень богатого землевладельца. И вдруг отец приходит и видит, сын плачет. Элиезер, что с тобой? Он говорит, отец, я хочу учить Тору. Ты сейчас должен уже жениться, твои дети будут учить Тору. Может быть, ты плачешь из-за того, что у тебя выпал очень тяжелый участок, каменистый и так далее. Завтра будешь пахать на хорошей, мягкой земле. На следующий день приходит отец. Он смотрит его сын, опять плачет. Элиезер, что с тобой? Отец, я хочу учить Тору. Но ты не понимаешь, 28 лет, уже надо семью делать и так далее. В общем, пока ты не кончишь пахать землю, ты не получишь еду. И вот то, что сделал Раби Элиезер. Он вспахал все тот участок, который дал ему отец, а потом взял немножко в тряпку, набрал этой земли и пошел в Иерусалим учить Тору у Раби Йоханана Бен Закая. И вот он пришел в Бет-Медраж, где обучал своих учеников Раби Йоханана Бен Закая. Сел. И вдруг Раби Йоханан Бен Закая видит. Молодой человек сидит и плачет. Он спросил его, почему ты плачешь? Он сказал, мне 28 лет, но я никогда не учил Тору. Я слушаю то, что говорит Раб, я ничего не понимаю. И сказано, что Раби Йоханан Бен Закая. Начал с ним учиться индивидуально. Научил его буквам, научил его понимать написанное. Научил его Шмай Сраэль. Научил его произносить благословение после еды. Но через несколько дней, прошло 5-6 дней, почувствовал он очень неприятный запах изо рта Раби Эль Эзера. Он послал учеников, чтобы спросили, где он остановился, что он ел. Сказали хозяева того места, где он остановился. А мы думали, что он ест у своего учителя Раби Йоханана Бен Закая. Но мы видели, что он что-то живет. Вошли в его комнату и увидели мешок с землей. Что он делал? Он жевал землю, чтобы высосать какой-то жирительный сок из этой земли. А денег у него не было. Он пил воду и жевал. И тогда сказал ему Раби Йоханан Бен Закая. За то, что ради Торы ты голодал. И то, что дурной запах вышел из твоего рта. Еще из этого рта выйдут такие слова Торы, что благодаря им твое имя будет известно во всем мире. И когда отец узнал, что он оставил дом, он пришел специально в Иерусалим. Прошло несколько лет. Его братья подговорили отца, чтобы он лишил наследства непокорного сына. И вот он пришел. А в это время Раби Йоханан Бен Закай устраивал большой пир. И собрались там самые великие люди, самые великие мудрецы и самые большие богачи Иерусалима. И вот собрались все. И этот Уркинус, богатый землевладелец, он сел. И вдруг он видит, как Раби Йоханан Бен Закай говорит Элиезеру, его сыну, скажи слова Торы. Он сказал Раби Йоханан Бен Закай, я не могу говорить, но только то, что я получил от своего учителя. И сказано, что Раби Йоханан Бен Закай вышел. И начал дрошу толковать Тору Раби Элиезеру. И слова его были настолько прекрасны, как Тора, которая получена с Гарой Синай. И когда вернулся Раби Йоханан Бен Закай, поцеловал его в лоб и сказал, чтобы умножились такие, как ты, в еврейском народе. И стал Уркинус и сказал, это мой сын. Я пришел сюда, чтобы лишить его наследства. А сейчас я хочу сказать, что если он достиг таких успехов за такой короткий срок, все мое богатство я передам ему, а других сыновей лишу его. И стал Раби Элиезер и сказал, отец, если бы я хотел богатства, я бы оставался в доме. Мой отец, который на небесах, может мне дать все богатство в мире. Но для меня одно слово Торы – это самая большая драгоценность. Раби Элиезер, первый ученик. Другой ученик – Раби Йошуа. Раби Йошуа бен Хананья. И Раби Йошуа бен Хананья – оппонент Раби Элиезера. И его в Торе просто называют Раби Йошуа. Еще один ученик – Раби Йоси Акоин. Раби Шиман бен Натанаэль. И Раби Элиазар – сын Араха. И они были самые известные ученики Раби Йоханана бен Закая, через которых передавалась в мире вся Тора. Ведь я вам скажу, именно у Раби Элиезера и Раби Йошуа учил Тору Раби Акива. А сказано, Просто Мишна – это слова Раби Мира и по мнению Раби Акива. А у кого учился Раби Акива? У Раби Ушуа и Раби Элиезера. Так вы понимаете, как сохранилась Тора благодаря Раби Йоханану бен Закая. И вот он определяет достоинства каждого из своих учеников. И что он говорит? Раби Элиезер бен Уркинус, он подобен колодцу, обмазанному известью, который не теряет ни одной капли. Все то, что он учил и получил от Раби Йоханана бен Закая, он не забыл ничего. Раби Йошуа – определение Раби Йошуа – счастливо родившее его. Он отличался настолько высокими духовными качествами, что весь мир прославлял его мать, которая говорила «счастливо та, которая родила такого сына». А другие объясняют, что его мать, когда он находился еще в коляске, приносила эту коляску в Бэтмидраж, чтобы этот младенец слышал слова Торы. И нам кажется, ну что там младенец понимает, ну что там это, и говоря, что говорит отец, что говорит мать, уже современная наука доказала, что ультрасаунды другими способами определяют, что если мать курит, ребенок переворачивается в животе матери. Если мать сердится, ему плохо. Вы понимаете, это в животе матери, счастливо родившая его. Это Раби Йошуа бен Ханане. Во многих местах Талмуда написано, что он защищал еврейский народ и часто был во дворце римского императора. Раби Йоси – праведник, благочестивый. Я хочу прочитать вам на иврите, потому что не всегда у меня устраивают переводы, которые здесь приводятся. Раби Йоси – хасид. В чем разница между цадиком и хасидом? Цадик – корень слова этого – цедок, справедливость. Тот, кто исполняет по букве закона. Хасид – тот, кто делает больше, чем требует от него закон. Из любви к Творцу. И сказано так, есть Авод де Раби Натан, что сказано, что он был самый благочестивый, то есть самый большой хасид этого поколения. Раби Шимон бен Натанель. И Рейхет – боящийся греха. Тот, кто делает себя ограду, устрожая для себя, чтобы не нарушить, даже случайно. Раби Лазар бен Арах – неиссякаемый источник, ключ воды. У него настолько был острый и глубокий ум, что он мог связывать вещи, настолько далекие друг от друга, и открывать, делать открытие в Торе. Даже то, что он не получил от Учителя, а только намеком, что его сравнивает Раби Йоханом бен Закай с непрерывно бьющим ключом. А сказано так, это я слышал от Гаона Раму из Шапира, что если есть источник, который хотя бы раз в 70 лет прекращает, чтобы из него выливалась новая вода, он называется ложный источник. А это ключ, ключевая вода. Тот источник непрерывно бьющий. И вот так говорил Раби Йоханом бен Закай. Если поместить всех мудрецов Израиля на одну чашу весов, а на другую, Раби Ле Эзера, бен Уркинеса, то он его чаша перевесит. Настолько он обладает знанием Торы. То есть он перевесит всех. Как говорят, это написано так в трактате Брахот, в том, у кого есть пшеница, из которой делается хлеб, нуждаются все. Но с другой стороны, говорит другой мудрец, Абашауль, от имени Раби Йохана на бен Закай, что если поместить всех мудрецов на одну чашу весов, а Раби Ле Эзера, бен Араха, на другую чашу весов, то он перевесит всех. Казалось бы, явное противоречие. Кто кого перевесит, ведь на той чаше весов. И Раби Ле Эзер, бен Уркинус. И тогда объясняют комментаторы, что в этом нет противоречия. Раби Ле Эзер, бен Уркинус, он настолько наполнен Торой. Я приведу место из другого места Талмуда. Что, когда в последний день жизни Раби Ле Эзер, бен Уркинус, пришли к нему ученики. И среди них был Раби Акива, его ученик. И он сказал, если бы все моря были диё, чернила, а и все леса стали ручками, то невозможно было бы записать всю ту Тору, которую я учил. И при всём при том, я взял как каплю из того океана Торы, который знали мои учителя. Вы понимаете, какое знание Тора у него было. Но, с другой стороны, Раби Ле Эзер, бен Арах, который мог открывать Тору, новое открытие делать в Торе, это то, что можно было бы назвать бытиюд, знание Торы, обширное совершенно знание Торы, либо омык, июнь, углубленное изучение Торы. Ведь сказано так в конце получения отцов, так сказал Раби бен Багбак, переворачивай её, переворачивай её всю её, то есть повторяй её и повторяй её. Казалось бы, что повторять? Я уже знаю. Так принимал себе в ученики Гаон Извилина. Приходил к нему ученик, он сказал, говорил ему, ты знаешь Мишнаёд, трактата Брахот или трактата Шаббат? Начни мне их говорить. И он читал первую Мишну, вторую Мишну, ведь раньше изучали Мишнаёд наизусть, третью, четвёртую, пятую. И вот он завершал первую главу. Гаон говорил, а можешь мне прочитать первую главу Мишну, то есть как бы повторить? И вот ученик опять повторял первую Мишну, вторую Мишну, третью, четвёртую, пятую Мишну. А можешь мне объяснить, повторить ещё раз? Если какой-то ученик после третьего, четвёртого раза говорит, Раб, ну я ведь уже сказал, такого ученика он не принимал. Потому что каждый раз, когда человек повторяет слова Торы, ему открывается то, что он не понимал. То есть Тора, представьте себе, я принёс бы сейчас сюда картину современного художника, скажем, России. Знаете, такого художника Илью в глазуном. И подошёл бы ко мне один реставратор и говорит, холст, на котором написано это, он старый. Можно мне маленький квадратик очистить, посмотреть, что там. И вот он очищает, и оказывается там картина художника начала века. Вы понимаете? И он расчищает, и это картина художника начала века. Он говорит, ну холст, он более древний. И он начинает ещё расчищать, и это картина художника начала 19 века. И так далее, и так далее. Это жалкий пример, который я привожу. Представьте себе, открывается там, что это не холст, а доска. И это картина художника 12 века. Вы понимаете? Так это то, что Тора, сколько бы человек её не учил, у неё заключены такие глубины. Так это то, что Рабелязар бен Арах открывал, и открывал, мог открыть Тору из глубокого, из-за глубокого изучения её. И тогда, казалось бы, противоречие, оно решается. Но я хочу вам задать вопрос. Почему здесь сказано именно пять учеников? И это вопрос, который задаёт мораль из Праги. И я, когда готовил урок, я подумал, есть одно место из трактата Минухут. Задаёт вопрос Талмуд. Какой буквой был сотворён этот мир? И сказано, приводится строчка. Кибека Ашем Цур Оламин. К, я изменённо говорю, имя Творца, состоящая из двух букв. Юд, а потом Эгей. Объясняют это комментаторы, что буква Юд самой маленькой буковкой еврейского алфавита был сотворён будущим мир. Так как праведников, полных, цельных праведников, очень немного. Это буква Юд. А сейчас я напишу вам и объясню, почему этот мир сотворён буквой Гэй. Посмотрите, буква Гэй. Она состоит из буквы Дали. И, скажем, буквы Юд. Вместе это буква Гэй. Но почему, задаёт вопрос Таратат Минухут, почему этот мир сотворён буквой Гэй. И приводится это доказательство из строчки. Когда Юсеф даёт зерно египтянам, он говорит, Гэйлахэн зера, Вэзаратэм. Вот вам семя и сейте. И что такое буква Гэй? На самом деле в Вигрите это определённый артикль. На прошлом уроке мы говорили, то, что написано в Торе, Ём Ага-шиши. Какой-то определённый день шестой. Гэй. Вот. Обратите внимание. Пять. Это каждый из наших рук. Пять пальцев. Ног. Пять. Каждые по пять. Гэй. Так почему же этот мир сотворён буквой Гэй? И объясняют это комментаторы. И это объясняет Алмуд, что этот мир он полон возможностей. На самом деле творец так сотворил мир, чтобы у человека была полная свобода выбора. Если он хочет, он может выйти из мира, который сотворил творец. Да? У него есть полная возможность. Это то, что сказано. Человек, который хочет очиститься, ему помогает. Человек, который хочет затумиться, ему не мешает. Пожалуйста. И сказано так. Есть ещё одна буква в еврейском алфавите, которая очень похожа на эту букву. Это буква Кув. Кув. Сказано Раглея Йордей Дума. Её ноги спускаются в Дума. Дума – это ангел, который принимает душу. А с другой стороны, это безмолвие. Или геймо. Гейно. То есть, её ноги спускаются в нечистоту, в гейно. Но вместо духовного очищения я никому не советую туда попасть. Так вот, человек, который хочет затумиться, ему не мешает. Но почему же этот мир сотворён именно буквой Г? Потому что тот, кто хочет очиститься, ему нужно сделать весь этот путь. А здесь есть маленькое отверстие. Он может вернуться в мир Творца. но ему нужно сделать весь этот путь. Тот, кто хочет очиститься, ему помогает. И поэтому то, что сказано в Талмуде, в месте, где боли, чува стоят, даже цельные праведники не могут находиться. Но почему? Ведь праведник, он всю свою жизнь работает для того, чтобы приблизиться к Творцу. Каждый день это как на миллиметр ещё, ещё, ещё точнее молиться, ещё глубже понимать слова молитвы, ещё более целенаправленно исполнять заповеди. Но этот бальчува, который вышел из мира Творца, опустился, насколько ему нужно больше преодолевать своё дурное начало. ведь есть дурное начало, которое соблазняет человека. Ему нужно, представьте себе, в метро человек, который становится в метро на лестницу, которая спускается. Экскалатор. Но если он хочет подняться, даже если он будет идти в том же ритме, что и спуск этого экскалатора, он будет стоять на месте. Ему нужно преодолевать экскалатор, чтобы приподняться поближе, чтобы... Так это то, что делает бальчува. Он преодолевает своё дурное начало. Это то, что написано в первом листе Талмуда, трактат о Брахот. Почему сначала мы читаем вечерний шмак, а потом утренний? И отвечает Талмуд, потому что таков порядок мира. Сначала вечер, потом утро. Ваи эреф, ваи бокер, йом и хат. Сначала вечер, потом утро. В Талмуде, когда мы учим, каше, трудно, непонятно, баи, а потом разрешение, биюр. Это барур, ясно. И тогда мы понимаем, это то, что объясняет мораль из Праги, что весь наш мир сотворён ради тишу, 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 И мои дети, дочки, учились в Байтиакове, в Иерусалиме. И вот одна из них мне рассказала. Это было в месяц илюль. Это то, что объясняет ученик Гаона из Вильна, Рафхаем из Воложина, что всё то, что делает человек здесь, это связано с самыми высокими корнями в духовном мире. как будто он связан верёвкой. И представьте себе, верёвку человек оборвал. То есть он пошёл и делает то, что он хочет. И вот когда он хочет вернуться, что он должен сделать? Он должен взять две эти верёвки, соединить их, сделать узелок, и тогда окажется, что вот это расстояние между источником и ним гораздо короче. Это то, что делает Бальчува, преодолевая своё стремление к злу. Он приближается к Творцу. То есть он возвращается в мир Творца. Ведь это то, что Творец дал человеку. У человека есть полная свобода. Он может вытолкнуть из своего мира Творца полностью. Наконец находиться в тюрьме, в клетке своего собственного тела и думать, что он хозяин всего мира. Но он может впустить Творца в свой мир. Находиться вместе с Творцом. И поэтому сказано, в месте, где стоят Балет Шува, даже цельные праведники там находиться не могут. Но продолжим то, что мы учили. Это то, что мы говорим. То, что сказал Творец. И то, что именно пяти ученикам, обратите внимание, пяти книжек у нас есть, пять книг Торы. Это пять имеет отношение к корню нашего мира. Так вот, пять. Пять учеников было у Раби Йохана на Бензакай. И каждый из них это особенное свое направление в изучении Торы. А как это связано? Это связано с тем корнем его души, которая и есть источник Торы, который на небесах. Ведь сказано так, что сначала Тора была написана черным огнем, по белому огню и находилась перед Творцом. А почему огонь? Огонь, он все, что попадает в огонь, превращается в огонь. То есть это как бы мера суда. А с другой стороны мы говорим Амар Рахмана сказал милосердный. И я обратил внимание. В начале сказано в начале творения 32 раза упоминается имя Элуким. Элуким это судья, справедливый судья, но где появляется имя милосердный? Четырех буквенное имя творца Авая. Там, где говорится о сотворении первого человека. Авая Элуким. Да. Но где впервые появляется в Торе только четырех буквенное имя творца милосердный? Сказано так. Хотел творец сотворить мир по мере суда, увидев, что мир не может существовать, присоединил к нему меру милосердия. Это то, что я слышал от Гаона Рамыша Шапира. Сама мера суда требует, что присоединилось качество милосердия, что мир не может существовать, а мера суда хочет, чтобы мир существовал. И вот где же впервые появляется отдельное, просто четырех буквенное имя творца милосердный Авай. Там, где творец открывается Каину. Обратите внимание, даже на русском языке раскаинье, корень слова Каин, тот, кто первый раскаялся. И тогда мы понимаем, это то, что говорит мораль из Праги. Весь мир сотворен ради чувы, ради раскаяния, чтобы человек имел полную свободу делать все, что он хочет, чтобы он добровольно принял на себя вернуться к Творцу, быть вместе с Творцом, быть представителем Творца. Бааль чува, хозяин чувы, хозяин раскаяния. И это одна из тех вещей, которые были сотворены Творцом до сотворения мира. Это то, что дает нам возможность возобновить свою связь, вернуться к самому главному, что есть у нас. Голос нашей души. На этом я завершаю. Всего хорошего. До следующего урока. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok